В последнюю субботу января состоялся расширенный прием граждан главой Славянского района. Зачем славянцы записываются на прием? Они делают это с надеждой на законное и справедливое решение своих житейских проблем. И районные власти предпринимают все возможное, чтобы помочь людям. Субботнее утро в славянском шахматном клубе «Белая ладья» было многолюдно. Славянцы пришли на прием к Роману Синеговскому. Вопросы их беспокоили самые различные. Это благоустройство внутридомовых территорий, возможность вступления в программу по капитальному ремонту. Все это в многоквартирных домах. Также жители искали содействия в газификации домовладений, аренде земельных участков и их предоставлении многодетным семьям. Из городского и сельских поселений пришли на расширенный прием граждан 46 человек. 15 из них принял лично Роман Синеговский. Каждый из обратившихся был выслушан. Представители садоводческого товарищества «Хуторок» пришли на прием с тем, чтобы им оказали помощь в связи с новым вышедшим законом. Вступил в силу новый закон 217. И вот мы пришли к главе города, главе района с просьбой, чтобы помогли нам как правильно пользоваться, ну как сказать, пользоваться или работать по этому приказу. В отношении строительства, как сейчас строятся дома, как будем сдавать эти дома, как будем прописываться в эти дома. В решении их вопросов было обещано содействие. Жительницу Славянска на Кубани беспокоит безопасность дорожного движения на одном из самых оживленных перекрестков города. Выход она видит в установлении лежачего полицейского. Улица Школьная, Кубанская. Очень опасный перекресток. Рядом 15-я школа. Потом с Кубриса постоянные повороты, очень резкие и постоянные там аварии. Поток очень сильный. Беспокоит людей и такой вопрос, как место в детском саду для ребенка. Бывает и так, что место уже есть, но детский сад находится далеко от дома, что создает серьезные неудобства. У нас находятся дома два инвалида первой группы. По старости один и инвалид детства. Мама мальчика ухаживает, моя дочь ухаживает за ними. Нам очень далеко добираться в садик. Поэтому мы с большой просьбой просим, а у нас садик другой, полквартала находится от дома. Очень просим, большая просьба, чтобы перевести нас поближе к дому. Этот вопрос, как и другие, взят на контроль, чтобы найти по нему решение. В случае необходимости Роман Синеговский будет выезжать на места, чтобы оценить там положение дел. Руководители отраслевых структур и специалисты муниципальных служб получили от главы района поручения по каждому из обращений граждан. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа события.